Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослышатели. В эфире программа Культ Просвет. И сегодня мы продолжаем нашу беседу, которую начали несколько месяцев назад, под условным заголовком «Искусство во время чумы». Почему, естественно, подразумевается нынешний вирус COVID-19 и все то, что происходит в разных областях, скажем, социальной жизни, коммунитарной области, знаний, педагогики, образований и целого ряда других областей. Сегодня, я напомню, что в прошлый раз мы говорили об искусстве, о визуальном искусстве. Сегодня мы поговорим о драме или о театре. И поговорим о театре, который, по сути дела, не может жить без зрителя, который находится рядом в этом пространстве. Исчезает сцена, исчезает зритель, что происходит с актерами, что происходит с постановкой, с драмой как таковой. Об этом мы сегодня поговорим с нашей гостьей, театральным критиком, главным редактором журнала «Театральный вестник» Эдитой Тишхейзера. Добрый день. Добрый день. Большое спасибо, что нашли время сегодня нас посетить. И я думаю, что мы начнем нашу беседу с того, что пригласим наших радиослушателей к активному участию в нашей беседе. Ваше мнение, ваши впечатления и размышления для нас очень важны. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 67212939 и 67213939. Также можете посылать свои сообщения, вопросы в формате WhatsApp и SMS на номер 206191. И мой коллега, звукорежиссер Родион Золотарев, обеспечивает сегодня наш эфир с технической стороны. Итак, Эдит, скажите, пожалуйста, что изменилось в вашей жизни с тех пор, как в Латвии, в других странах мира были запрещены театры? Не запрещены с точки зрения политики или каких-то, скажем, политических соображений. Это не диктатуры, это диктатура чего-то, что мы пока не можем контролировать. Это вирус. Вирус, который на какое-то время, как и в старинные времена и эпохи, запретил посещать театры. Мы помним, что чума, холера и прочие эпидемии, которые, к сожалению, были в Европе, они, как правило, влияли и на эту часть искусства, театры, оперные театры, драматические театры закрывались, закрывались на время эпидемии, и что-то исчезало. Мы не знаем, каковы были ощущения зрителей того периода, но каковы ваши впечатления сейчас, когда на какое-то время, довольно долгое время, вам пришлось отказаться от большой части вашей профессиональной деятельности, но и, собственно говоря, я думаю, вашего мира просто, мира ощущения. Что происходит? Честно говоря, такого очень большого урона я не потерпела. Ах, вот оно как. Во-первых, я обрела очень много свободного времени. И во-вторых, как раз мне очень понравилась в это всеобщая какая-то солидарность людей театра, для людей культуры вообще, когда вдруг стало доступным то, что я, ну, из-за занятости, из-за того, что далеко, из-за того, что что-то не совпадает, никогда не увижу. Конечно, это был не совсем живой театр. Но в то же время я вдруг обнаружила, что очень талантливые постановки, они все-таки преодолевают вот этот экран компьютера, они преодолевают вот это виртуальное расстояние очень даже хорошо. И для меня вот таким очень большим, очень серьезным и очень глубоким впечатлением стали постановки Тимофея Кулябина. Я, конечно, о нем что-то слышала. Я видела, опять-таки, в записи, конечно, нашумевшего Тангейзера, но вот то, что он делает с классикой, как он совершенно современному прочитывает и Евгения Онегина, и «Трех сестер», это для меня был огромный удар и огромная радость. И, знаете, вот таких впечатлений, их не так уж много. Но они как-то мне сделали вот этот период терпимым. И к тому же я просто писала дневник первый раз в жизни. Я буквально писала каждый день. Я очень подробно, скажем, описывала свои впечатления. Для меня вот таким же очень сильным впечатлением была возможность увидеть постановку Влада Наставшего «Форель пробивает лёд». Так что я не думаю, что это время прошло совершенно безнадёжно. Хорошо. Конечно, у нас есть надежда на то, что будет найдена вакцина, что всё это когда-то прекратится и, может быть, даже забудется. Но, скорее всего, я, задавая первый вопрос, имел в виду что-то другое. Ведь посмотреть недоступные, допустим, постановки, версии, может быть, из-за того, что это далёкое расстояние или нет времени, это одно, это в какой-то степени действительно неожиданный бонус или привилегия, потому что искусство вдруг стало очень-очень доступным. С другой стороны, ведь появился целый ряд моментов, скажем, практик и впечатлений, с которыми нужно было справляться. Огромный поток информации. Ведь доступное — это тоже вызов. Тоже тяжело. И оборотная сторона. Но ведь и хочется прийти в театр, начиная с гардероба. Хочется, скажем, ощущать пыльный запах бархата, кресел. Пусть даже знакомый звук у кого-то падает номерок на пол, естественно, да, и извинит. И хочется слышать звонки, которые говорят о том, что до конца антракта осталось столько-то минут. И тогда и чудо открытия занавеса, когда можно, конечно, увидеть трейлер, но ты никогда не знаешь, в каком состоянии актёр. То есть то чудо, о котором мы, может быть, раньше не задумывались, оно вдруг исчезло. А ведь это основная часть вашей профессиональной деятельности. Знаете, это очень сложный вопрос. С одной стороны, да. Хочется всего того, что вы перечислили. Но на то у меня есть воображение. Я его очень долго и упорно тренировала. С другой стороны, я вдруг обрела возможность смотреть действительно самые высшие качества. То, что в злободневной жизни у меня... Я очень много смотрю посредственных и даже плохих спектаклей. Вот можем мы остановиться как раз здесь и поговорить о том, что вы только что упомянули, вот эти три категории – посредственный спектакль, плохой и высочайшее качество. В мире, когда, скажем, каноны в постмодерном обществе, они, конечно, существуют, никто их не отменял. Но всё-таки они расплывчатые, всё-таки есть большое пространство для альтернативного. Можно уйти в политический театр, в социальные темы, можно создать театр буквально на рыночной площади, как это было в Средневековье. Можно уйти в элитарность и в необорочные тенденции, неважно куда. Что такое высочайшее качество? Когда само понятие качества тоже может девальвировать. Знаете, это очень… Вот как раз в виртуальном пространстве… Это видно. Это видно. Вот если ты прикован к экрану, которого ты, собственно, ненавидишь, это твой ежедневный труд, это не то, к чему ты очень стремишься. Если ты всё равно прикован к театру, несмотря на эту дистанцию, вот это и есть стадия. Вот это и есть… Качество. То качество. Хорошо. А если мы попытаемся, это довольно эмоциональное описание, всё-таки трансформировать в какие-то, может быть, пусть и очень туманные, но категории, что должно произойти, чтобы приковать ваше внимание к экрану? Знаете, это очень банально будет. Личность актёра. Личность актёра – та энергетика, которая вот пробивает экран. Как форель пробивает лёд. То есть тот, кто воплощает задумки режиссёра. И если, ну, если обычно я могу так довольно спокойно разделить, вот тут режиссёрская работа, тут актёрская работа, тут, скажем, сценограф, то, пожалуй, вот с этого небольшого четырёхугольника, пожалуй, просвечивает актёрский. Актёрские таланты, актёрская энергетика. И естественный режиссёр, естественный режиссёр, но только через актёра. Вот если это будет только… Я это проверила, вот, скажем, тот же самый Остермайер, которого можно было смотреть большими порциями. Ты понимаешь систему, ты понимаешь структуру, и становится скучно. А вот Кулябин смотришь, и через его актёров ты просто вливаешься в этот экран. Если мы говорим об Остермайере, он прогнозируем через систему каких-то элементов, которые повторяются, то есть складывается как бы заново в тот же самый конструктор? Знаете, если смотреть через экран, то, пожалуй, да. Ты как-то уже угадываешь, понимаешь, об чём это, и становится… И как это будет решено. Да, скучновато. А хорошие актёры он всегда непредсказуем, даже если это запись. И вот тех самых Кулябинских трёх сестёр я смотрела раз, наверное, пять. Придал любой возможности или Евгения Онегина, и каждый раз ты находишь… Ну, как будто он играет заново для тебя. Ты опять находишь какие-то мелочи, какие-то нюансы, какой-то поворот, о котором даже не догадывался. Театральное искусство таким образом получается искусство конкретного мгновения. Да. Потому что следующая версия того же спектакля, пусть это будет 127-й раз. Но я-то другая. Да. А таким образом получается, что участвует ещё, конечно же, и сам зритель, который меняется тоже постоянно. Конечно, конечно, и даже больше, чем когда мы были в прямой зависимости. Но знаете, что меня поразило? Я разговариваю с актёрами, с художниками разными, и оказывается, для них это гораздо ещё труднее играть без зрителя. Это очень интересный вопрос. Это оказывается, что это гораздо страшнее, чем нам смотреть вот это опосредованное, иногда законсервированное искусство. Им это оказывается гораздо сложнее. Кто же тогда зритель для них? Ведь не зря же говорят, что есть, скажем, вот в немецком языке есть понятие «lampenfieber», да, как бы в латышском языке тоже помню. Лампдрудс. Да, на русском что-то я не очень припомню, но в любом случае боязнь рампы, по-моему. Боязнь рамп, можно сказать так, да. Это боязнь зрителя получается. Да, но об этом говорят, об этом вам скажет любой актёр, что энергетика зрителя чувствуется сразу иногда, как, я не знаю, тепловая волна, иногда как нечто другое, но без неё, собственно, играть почти невозможно, оказывается. После того, что ты не знаешь, а что, ну, закончилось, а что делать? Кланяться? Кому? Камере? Да. А делились ли актёры с вами более детально своими эмоциями, когда они выходят на сцену, а зал пуст и тёмен? Что с ними не происходит? Это страшно. Знаете, актёры мне рассказывали, что сначала, вот когда уже начались опять, возобновились спектакли, но были полупустые. Ну, были вот эти. Да, да, дистанции. И в одном из театров, я не буду называть где, чтобы зрители не садились, поставили белые листы булнаги. И актёры, когда мы увидели эти листы, они так светят в лучах прожектора, и ты чувствуешь, что там есть пустота. Об этом говорил нынешний директор театра «Дайлс» Юрий Жаггарс, ну, про их огромный тысячный зал. Он говорил, что самое страшное – это энергетика пустых мест. Вот, в обычное время вот эта энергетика пустых мест – это очень влияет на актёра. А сейчас, наверное, что-то всё-таки изменяется. Может быть, мы от того, что сидим на расстоянии, мы свою зрительскую энергетику как-то свободнее распространяем. Я не знаю. Во всяком случае, я могу сказать, что мне совершенно не беспокоит то, что со мной рядом никого нет. Я даже очень хорошо себя чувствую. Но я вчера разговаривала с будущим директором Института нового театра Латвии, Бек Бергман, и она как раз говорила, что ей дико не хватает вот этого ощущения человека рядом. Ну, разные темпераменты. Да, может быть, это действительно культурное отличие, потому что в связи с вирусом, ведь в интернете бродили шутки о том, что в зависимости от того, какая страна, либо скандинавы, либо, допустим, балтийские народы, узнав о том, что два метра больше не надо соблюдать, они выдохнули и счастливы теперь соблюдать дистанцию пять метров. Да, да. И я поняла, что мне эта дистанция в театре, собственно, нужна. Особенно на таких спектаклях, где нужно именно мое вовлечение, мое очень личное вовлечение. Вот в театре, в русском театре Раиза Икалуни поставила спектакль «Прекрасные камушки жизни». Я боюсь. Я сейчас перевожу. И вот эту ту же самую пьесу поставили в Алмире «Прекрасные мелочи жизни». И там как раз надо вовлекаться в спектакль. И это, в принципе, моноспектакль. Человек, который когда-то в раннем детстве начал подсчитывать вещи, из-за которых стоит жить. Не вещи, а явления. Его мать регулярно совершала попытки самоубийства. И он для того, чтобы маме доказать, что стоит жить, он начал составлять список. И вот мы каждый получаем несколько вот таких бумажек, где написано. У меня, например, был по-настоящему хороший апельсиновый сок и утренний кофе. И по ходу действия ты настолько вовлекаешься, что в какой-то момент я действительно буквально вздревела. Утренний кофе. И я думала, я в тот же момент почувствовала, я бы это не сделала, если рядом со мной сидел кто-то чужой. Постеснялись бы. Да, пожалуй, да. Притом, что я такой привычный театрал. Но все равно, если к тебе обращаются очень лично, я лично лучше себя чувствую на этом расстоянии. Иными словами, получается, что вирус привнес нечто новое и в зрительный зал. Возвращаясь обратно сейчас в новом сезоне, зритель тоже будет другим. Я думаю, что зритель будет другим. Но больше я все-таки хотела взглянуть на это время как на такой огромный трамплин для чего-то нового. Да, об этом, я думаю, мы поговорим во второй части нашей программы. Но перед этим я хотел бы вернуться еще к одному моменту, который вы упомянули в начале нашей передачи, о солидарности. Каким образом она выражалась? То есть одно дело, это то, что театры открыли, условно говоря, свои погреба. И все сокровища, какие там были, и также и проблемы, они становятся явными и доступными. То есть мы можем судить, да, у нас есть возможность сэкономить средства. Но с другой стороны, некоторые гости в студии отмечали, что люди настолько начинают привыкать к тому, что все становится бесплатным. Просто можно открыть компьютер, нажать на кнопку и так далее. Что появляется некоторое отчуждение от того, что театр, искусство, актеры – это тоже часть экономического процесса. К тому же в обществе не очень богатом, как в Латвии. И, собственно говоря, вообще мировое общество. Мы беднеем, как общество. И поэтому появляется все больше и больше групп, которые боятся потерять работу, несмотря на хорошее качественное образование тех, кого называют прикариат. Каким образом, как вам кажется, эта солидарность выражалась эти месяцы? Я думаю, что она выражалась очень по-разному. И в том, что все-таки было достаточно много людей, которые не требовали назад своих денег. Полагаю, что это все-таки какая-то дотация. И в том, что, конечно, в первый момент очень-очень свободно можно было получить доступ ко всем возможным сокровищам. Ну, конечно, это обоюдоострое лезвие. И вот это ощущение, что искусство может быть с даром, это, конечно, негативная сторона, отрицательная сторона этого периода. Можно дарить, но нельзя работать с даром. Вот эта грань между подарком и обесцененным продуктом, она все-таки, да, пожалуй, вы правы, стирается. — Говоря о том, что театры на несколько месяцев ушли в формат зумов, да, даже. Ваше впечатление от того, что, каков урон, скажем, актерскому мастерству? Ведь им приходилось многим стремительно привыкать к новому формату, к радикально новому формату. Или, может быть, мы вообще не можем говорить об уроне, потому что я все время хочу сегодня в таких темных тонах, а вы все время выводите меня обратно на позитивные моменты. — Я, пожалуй, больше склонна на это смотреть, как на очень мощный толчок к чему-то новому. — Хорошо. А тогда мы сегодня работаем дальше, без перерыва. И тогда, я думаю, могли бы перейти ко второй части нашей сегодняшней дискуссии. Общая ситуация, общая картина в театрах Латвии после окончания вот этого первого блока, да, вируса. Надеемся, что второй, может быть, не последует, но все же. Каковы жертвы? Лепая, например. Могли бы вы немножко упомянуть, что происходит там, происходило, чтобы наши радиослушатели были в состоянии понять ситуацию? — Я думаю, что это было огромное недоразумение. И, конечно, цепь каких-то нелепых совпадений. Потому что, естественно, что вот эту финансовую поддержку должны иметь все латвийские театры. И то, что Лепайский театр как раз во время предыдущего экономического кризиса, чтобы как-то облегчить время Министерства культуры, стал муниципальным театром, театром, субсидируемым городом, это, конечно, сейчас стало его слабым местом. И он наряду с остальными латвийскими театрами сразу не получил эту дотацию. Ну, я думаю, что просто это были несколько другие ритуальные танцы, но то, что они нужны были, вот это, конечно, позорно. И как-то очень нехорошо по отношению к театру. Нехорошо к отношению к творческим людям, которые сами по себе все-таки гораздо более эмоциональны, чем мы остальные. И какова ситуация на данный момент? Насколько я знаю, что все разрешилось, и все нужные ритуальные танцы были совершены с обеих сторон. Я думаю, что все будет нормально. Но то, что они были нужны, это все-таки позорно. Хорошо. Вне ничего хорошего, но в любом случае хорошо, что окончание этой истории все-таки позитивное, и что театр откроет снова свои двери в сентябре. Теперь, я думаю, мы могли бы перейти к будущему. И давайте попробуем отстраниться от фактов, от эмоций, и посмотреть на эти месяцы вируса, как может быть на толчок к новому содержанию, может быть, даже к новым формам театрального искусства. Или все-таки это слишком громко сказано? Может ли этот коллективный опыт пустого театра, вот этих зияющих пустот, яркой белой бумаги, может ли это повлиять не только на, скажем, первые впечатления актеров от пустого зала, а может появиться что-то на более глубинном уровне, может быть, какие-то структурные изменения? В режиссуре, может быть. Я, пожалуй, сейчас так не возьмусь. Мы не занимаемся гаданием, это скорее прогнозы. Это, конечно, только прогнозы. Но, знаете, мне действительно кажется, что это очень мощный толчок для развития каких-то новых форм. Очень мощный толчок для фантазии. Потому что, ну, я думаю, что мы можем согласиться на том, что латвийский театр, латвийский театр, он был довольно предсказуем. А что вы подразумеваете под этим? Ну, в принципе, если идешь на спектакль, если знаешь, кто его поставил, если знаешь, кто там играет, то ты, в принципе, можешь знать или предугадывать, что ты увидишь. Простите, а где это происходит? Есть каких-либо особенных хулиганских возможностей. А с чем это связано? Ну, отчасти, я думаю, с темпераментом, отчасти с какой-то традицией, отчасти даже не знаю. Но вот то, что вдруг был вот этот удар топором и были обрублены какие-то концы, они, особенно новое поколение режиссеров, заставили очень мощно думать о том, что можно же иначе. Не все было, ну, качественно, не все было интересно. Но главное было то, что было вот это желание работать по-другому. Вовлекать вот эти новые технологии, которых я не особенно люблю, но которые стали реальностью. Делать какие-то гибридные формы. Полагаться на слух только, полагаться только на зрение. То есть употреблять все наши чувства и ощущения, чтобы создать какое-то совершенно новое, и это слово я тоже не люблю, гибридное содержание. И я разговаривала со многими режиссерами, которые говорят, да, это, конечно, было довольно-таки и сложно, и неинтересно, и это, конечно, не кино, и это не телевидение, и это не качество визуальное. Но что-то в этом было. И я не хочу вот это что-то терять, я хочу его внедрять в свой, ну, так сказать, нормальный, обыденный театр. И вот скажем, вот в Национальном театре только что вышла пьеса Марш, Залита, Маргарита, то есть феминистский взгляд на Фауста с точки зрения Маргариты. Маргариты. И да, это, в принципе, диалог Маргариты и её адвоката, который оказывается её сыном. И этот диалог происходит через экран, и не разу разговаривают в зуме. То есть зрители разделены на две части, и каждая сидит в своём зале, а другого актёра видят на экране. Потом он меняется местами во время перерыва. Так что, ну, это только самое такое поверхностное, самое такое прямолинейное. Это технологические добавления, какие-то новые элементы. А вот повлияет ли всё, что с нами происходит, вот это моровое поветрие, повлияет ли оно на создание нового языка? Вы упомянули структуры. А что за структуры? О чём может идти речь? Хорошо, добавление чего-то? Я понятия не имею. Мы пока что, оказывается, очень мало знаем, что из этого ящика можно извлечь. И то, что театры пытались сделать первые спектакли именно в этом виртуальном пространстве, они были такими довольно робкими попытками вообще осознать, что это такое. Я думаю, что там даже было чуть-чуть с такой откровенной самодеятельности. Вот я обнаружила, что вот можно так-то оттенять всё или делать всё черно-белым. Но я думаю, что это вот только первые такие вынужденные шаги. А вот когда придёт новое поколение, которое действительно живёт в этом виртуальном мире, тогда будет по-настоящему интересно. И это будет как-то связано с живым театром, потому что без него, я думаю, в любом случае мы не обойдёмся. Но вот как совместить этот живой контакт и якобы неживой, это, по-моему, самое интересное. Согласен. Но, как вы сказали, время покажет. Время покажет. А если мы говорим о предсказуемости латвийского театра, его предсказуемость вы упомянули буквально пару минут назад, когда говорили о том, что, в принципе, можно понять, что меня ждёт как зрителя, если я понимаю, как бы, кто ставит, где ставит и кто участвует в качестве актёров. Предсказуемость вроде бы нечто негативное. За ним следует скука. Ну, не всегда. Почему латвийский театр предсказуем? Что это означает? Почему нету... Это отсутствие индивидуального почерка? Нет. Это давление традиции, из которой опасно... Ладно, опасно в кавычках. Нехорошо, дурно выходить? Или это зритель, который не следует за экспериментаторами? Это зритель, которого боятся потерять? Или, может быть, всё вместе? Я думаю, что дело не в личностях. Я думаю, что, скорее, дело отчасти в традиции. И, конечно, дело в зрителе. Потому что... Но всё-таки у нас очень мало зрителей. Потому что у нас мало жителей. И я думаю, что вот этот основной зритель, он довольно мало приучен к таким новым, специфическим, необыкновенным формам. С одной стороны, я думаю, что вот именно вот эта возможность смотреть на экране самые выдающиеся мировые постановки, это как раз могло что-то менять и в общем зрительском настроении. А может, и не могло. Может, они и подавно не хотят смотреть это на экране. Но я думаю, что, с одной стороны, вот наш достаточно известный и очень хорошо котируемый Международный фестиваль Homo Novus, он как раз создаёт вот эти новые формы, эту непредсказуемую версию выражения, самовыражения художника. Но всё-таки это всегда было и есть для какой-то, ну, театральной верхушки или театральной молодёжи. А для такого мейнстрима зрителя это не доходит. А так как театр всё-таки должен играть, во-первых, работать на этот мейнстрим, ну, то и появляется эта предсказуемость, я думаю. А как бы Вы описали этого зрителя мейнстрима? Или основного? Основной группы, основного потока? Я думаю, что он хочет увидеть понятную историю. А что такое понятная история? Я веду себя как пятилетний ребёнок, который задаёт один вопрос за другим. Но мне кажется, это очень интересно, чтобы мы поняли наконец, почему мы не двигаемся дальше, или наоборот, почему нет прорывов. Что такое понятная история? Это линейная история, конечно, которая есть. Начало, середина и конец. А в жизни не всё происходит линейно как раз. Это всё-таки во многом такая реалистически выраженная история, что было, ну, хотя бы примерно как в жизни. Я думаю, что на очень многое повлияло всё-таки ежедневная культура сериала. Я думаю, что я это. И не самых лучших. То есть, иными словами, сериал меняет отношение театрального зрителя к тому, что происходит на сцене? Ты можешь ещё раз посмотреть. Ты знаешь про этого человека всё. Ты знаешь про него даже больше, чем он сам. Я думаю, что она меняет как-то психологию. А зритель-то, по сути, ну, если не один, то всё-таки в одной и той же плоскости. А если мы берём темы? Может быть, темы тоже довольно конвенциональные. Допустим, вы упомянули феминизм, да? Но мы видим, что происходит как бы в право радикальной идеологии. И наши политики, и парламентарии, они, по сути дела, считают феминизм ругательным словом во многом. Может быть, это всё-таки темы, которые мы не способны как основной зритель воспринять? Знаете, Денис, я не думаю, что где-либо в мейнстримовском театре эти темы особенно поднимаются. Они всегда поднимаются в таких радикальных крылах театра. Просто в Латвии театр, ну, наша вот эта комьюнити, не такая большая, но, в принципе, наши негосударственные театры, да и государственный театр на малых площадках, они поднимают эти темы. Но их просто смотрят меньше людей. Может ли театр попытаться изменить этого зрителя? Есть ли у театра всё ещё образовательная, просвещенческая миссия, функция? Есть. Но по большому счёту, я думаю, очень медленно. Очень медленно. Я думаю, что можно изменить что-то в молодом поколении, но потом ведь все становятся старшим поколением. Видите ли вы импульсы от молодых режиссёров? Как вам кажется, что они могли бы привнести, помимо использования технологии, о чём вы упомянули, тематически что-то может появиться? Могут. Во всех негосударственных театрах, таких как Диатру, Сейлс Театр, Театр, Дэйт и Дилл Театр, Квадроферонс, во всех они решают очень важные вопросы. И знаете, что я думаю, что может действительно повлиять? Это фестивали. Это летние фестивали, которые, скажем, сейчас очень успешно делаются в Алмире. И где это театр, который буквально находится на улице, и где ты вовлекаешься просто потому, что ты проходил мимо этого места. И вот такие, я думаю, они даже как-то больше могут повлиять. Потому что они как бы без специального намерения это делают. А то, что к тебе не обращаются с специальным намерением, это ты как-то воспринимаешь и легче, и проще, и веришь даже больше. Летние фестивали становятся своеобразной лабораторией. Да, безусловно. Я думаю, что приближается время, когда опять нам будет доступна программа Homo Novus. Давайте попробуем немного вкратце рассказать нашим радиослушателям, которые сегодня очень внимательно слушают, так внимательно, что пока не позвонили нам. Но расскажите нам о Homo Novus. А я не знаю ничего. Хорошо. Великолепно. Потому что на самом деле признать, что ничего не знаешь, это уже некоторое знание. Хорошо. Но это ведь тоже лаборатория уже на протяжении... Это лаборатория, я вот как раз вчера разговаривала с будущим директором, который сменит Гонда Глаевани. Единственное, что я знаю, что они исполнили почти все, что наметили, но исполнили как-то иначе, точно так же, как Рейбок. То есть на этом расстоянии, дистанционно, когда те, которые создавали режиссёры, они были в другом пространстве, а здесь работали здешние актёры. И это, опять-таки, по-моему, очень хороший пример того, что мы говорили. Вот этого... Вот этого преодоления дистанции, этой, ну как бы сказать, близости на дистанции. Мы просто учимся другим вещам, другим отношениям. Если мы говорим ещё о прогнозах, о том, что произойдёт или могло бы произойти после этого периода вируса, когда театр в какой-то момент рассыпался на отдельные составные части, что может произойти с театром, как, скажем, с институцией, которая, ну, в какой-то степени улавливает последние тенденции? Театр был политически активен на протяжении десятилетий, скажем, на территории бывшего Советского Союза. Во многом театральные режиссёры пытались показать, намекнуть, нашептать о чём-то, что было запрещено. И если мы говорим о таких категориях, как внутренняя цензура или внутренний контроль режиссёров, как вам кажется, в современном мире, где так много популизма, радикального отношения, там, нетолерантности, расизм, мы говорили об этом на прошлой неделе с гостем Джорджем Стиллом, как вам кажется, театры могут остро реагировать на эти вопросы? Они могут указывать зрителю на то, что давайте начнём с того, что мы попытаемся взглянуть вовнутрь себя и увидеть там человека, который нетолерантен, увидеть расиста, увидеть человека, который может проявлять ненависть к другому, к непонятному. Может театр поставить перед зрителем то неудобное зеркало, которое хочется разбить, потому что в нём отражается то тёмное, что есть в нас? Может. Но опять-таки. В том, в малом пространстве, в больших залах, в майнстриме. Нет, потому что мы не хотим видеть то, что мы не хотим видеть в зрите. То, что мы не хотим видеть в зеркале, вряд ли мы захотим увидеть в зеркало, на сцене. Но то, что театр пытается это делать, это тоже факт. Какими инструментами можно было бы всё-таки сподвигнуть людей на более критическое отношение к реальности? Ведь майнстрим — это те, кто участвует в выборах, те, кто, по сути дела, приводит в парламент партию определённого толка. И мы видим, что последние годы, скажем, в глобальном пространстве, особенно в Европе, с радикализмом и так далее, демократические ценности ослабевают. Мы видим, что происходит в Польше, в Венгрии. Как в этих странах театр может стать, скажем, надеждой на то, что что-то можно менять? Может стать центром оппозиции? Может стать альтернативным голосом? Потому что как раз тогда театр опять обретёт вот эту довольно печальную необходимость работать на подтекстах. с подтекстом, с каким-то... Я думаю, тогда даже театр будет опять-таки легче. То есть это то необходимое давление, которое может создать... Знаете, как ни парадоксально, да. Ведь в 70-е, 80-е годы театр имел гораздо больше авторитет, именно потому что он работал на этом уровне подтекста, на этом уровне скрытого... Условное чтение между строками. Условного чтения. И я думаю, что это было одно из самых самых трудных моментов для театра в переходный период, когда ты вдруг можешь говорить всё, оказывается, это гораздо... Что гораздо удобнее работать, разговаривать на подтекстах, на скрытых смыслах. Удобнее? Пожалуй, что да. А что это означает? Потому что сразу возникает вот эта связь. Мы друг друга понимаем. А если говорить открытым текстом, то, оказывается, очень часто не понимают друг друга. А почему так происходит? Я не знаю. Я думаю, это такая психология человека. Общность рождает... Я думаю, что любые ограничения рождают какие-то новые общности, какие-то новые связи вопреки. И театр во многом был вот этой связью вопреки. Когда вот этого вопреки не стало, то и связь во многом нарушилась. И, ну, как ни печально, основной функцией театра осталось развлечение. Говоря о театре в мире современной политики, Кирилл Серебренников теперь свободен. Как вам кажется, каковы могут быть последствия его судебного процесса для его почерка, для его творчества и для современного российского театра? Потому что были некоторые импульсы во время процесса, и когда, скажем, был оглашен приговор, о том, что во многом он стал иконой и, ну, модной жертвой. Как вы на это смотрите? Есть целый ряд других режиссеров, которые, может быть, тоже гонимы, но не гонимы столь театрально, если мы используем это как клише. Мне очень трудно судить про театр России. Я знаю очень мало, я знаю только то, что мне рассказывают, о чем мне пишут мои однокурсники, однокашники. И это, конечно, тоже их близкий круг. Но я как раз думаю, что с Кириллом Серебренником то все будет в порядке. После года в заточении он же создал такой великолепный спектакль «Оутсайд». Спектакль, который был одновременно политическим, невероятно личным, который говорил о стольких запрещенных, табуидных, если можно так по-русски табуизированных, табуизированных темах, и в то же самое время это было, там были такие актерские открытия, такие актерские полеты. и я думаю, что это был спектакль, в который очень многие могли вложить столько своего видения безотносительно к расе, сексуальной ориентации, полу и так далее. Это был по-настоящему по-настоящему талантливый спектакль. Я думаю, что это как раз доказывает, что талант проявится в любых условиях. А какие-то другие тенденции в театре в России? Вы говорили о том, что довольно мало знаете об этом, но та же культура развлечения, она ведь влияет и на академические театры в России. вы видите там вот это сползание и сильных театров в сторону того, что все-таки этот зритель приходит для того, чтобы быть там, приятно провести время, развлекаться и так далее. Видите ли вы некоторые тенденции негативные в питерских театрах, московских? Наверное, они есть, но когда я приезжаю в Москву или в Питер, у меня уже подготовлена очень хорошая культурная программа. Я опять-таки вижу вершины своего любимого, ну, не знаю, как в будущем, но до сих пор очень любимого Константина Богомолова. Я иду на спектакли Серебренникова, я иду на спектакли Рима Сатуминуса. Я вижу опять-таки высший эшелон. Я думаю, что это настолько разнообразно и там столько разных слоев, что какие-то тенденции со стороны я не берусь. Я не берусь. Но то, что там очень много очень хорошего театра, вот это я точно могу сказать. Большое спасибо за сегодняшнюю нашу беседу. Мы попытались заняться прогнозированием, поняли, что из этого ничего не получится по той простой причине, что мы не знаем, что день грядущий нам готовит, мы не знаем, что произойдет с вирусом, но мы знаем, что театр так или иначе продолжит собственно говоря то, о чем говорил много тысячелетий, много столетий назад Аристотель, это будет все-таки попытка каким-то образом смотреть на реальность человека, на его природу. Все-таки это рефлексия, это все-таки попытка проникнуть в нечто глубинное, что происходит в человеке. И скажите, пожалуйста, как вам кажется, что нового будет с сентября в латвийских театрах, что готовится, о чем стоит задуматься, скажем, попытаться купить билеты, хотя сейчас, конечно, и эта тема очень интересна в том смысле, что театр может стать более элитарным. Билеты дорожают, количество мест сокращается, театры вынуждены участвовать в этой, скажем, усеченной экономике. На что стоит идти? Зачем стоит охотиться? Знаете, я думаю, что стоит идти именно на малые формы, которые были созданы как малые формы, потому что те спектакли, которые потом переносятся на большую сцену, они, по-моему, могут многое терять, а те, которые так и остаются в малых пространствах. Я думаю, что это будет гораздо интереснее. Что ж, у нас ждут малые залы, малое количество мест. Я думаю, что нас ждут малые формы. Хорошо. Таким образом, мы обязательно вернемся к продолжению нашего разговора. Может быть, по окончании будущего сезона мы увидим и услышим, что произойдет с нами, как со зрителями, мы увидим, что произойдет с актерами, каковы новые режиссерские находки, версии и поиски. Сегодня мы заканчиваем наш разговор. И я напомню, уважаемые радиослушатели, в гостях у нас была театральный критик, главный редактор журнала «Театральный вестник» Эдет Тишхейзера, и мы пытались заглянуть сегодня в будущее театра. Большое спасибо за откровенный, очень интересный, насыщенный разговор, и мы продолжим наши беседы на следующей неделе. Благодарю также моего коллегу, звукорежиссера Родиона Золотарева за то, что помог нам обеспечить эфир с технической стороны, и большое спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, что участвовали сегодня в нашем разговоре, слушали. Мы встретимся снова на следующей неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok